МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В службе годен. Сегодня началась осенняя призывная кампания. Из Кабардино-Балкарии в армию отправят 500 человек. Иногда им важно просто выговориться. Сегодня, в День пожилого человека, Минтруда открыла горячую линию. Отопление в детских садах и школах могут подключить раньше, чем в домах и учреждениях, сообщил накануне в ходе оперативного совещания в правительстве профильный министр Тахир Кучменов. Это произойдет, если главы муниципалитетов примут особое решение. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании правительства. По общему правилу, все котельные будут включены, если в течение пяти дней средняя температура не поднимется выше 8 градусов. Также министр заявил, что подготовка к отопительному сезону в республике идет планово. Объекты ЖКХ готовы на 97%, жилой фонд полностью. Сейчас в многоквартирных домах заполняют системы отопления. На подготовку к сезону холодов в этом году предусмотрено 550 миллионов рублей. А особо ответственные абоненты уже сейчас готовятся к следующей зиме. В нескольких регионах страны идет эксперимент по переходу на социальные нормы потребления коммунальных услуг. Пилотным стал проект по введению нормы на электричество в семи субъектах. А с будущего года по новой системе платить будут все. Что же в этом случае необходимо делать нам, потребителям? В вопросе разбиралась Нуржан Губадиева. Ну, лимит есть на человека 70 киловатт, а остальное якобы будет по другой цене, по более высокой, заниматься. А вы вообще узнавали, ходили в электросети, что это? Ну, я договор уже подписала, все. Пенсионерка Валентина Торопова из Тернауза узнала о социальных нормах на электроэнергию из районной газеты «Ильбрусские новости». На последней полосе появилось объявление о том, что необходимо заключить новые договоры с Кабалк Энерго. Причина – скорый переход на лимиты. И если соцнормами все более или менее ясно, то для чего нужны новые договоры с энергопоставщиками, понятно не всем. В Кабалк Энерго говорят, что таким образом проводят своего рода инвентаризацию и обновляют свою базу данных. «Самый важный момент – сколько людей прописано в том или ином помещении живом. От этого будет зависеть, какой объем будет выставляться в последующем для оплаты в пределах социальной нормы и сверхсоциальной нормы. То есть это как бы в первую очередь заинтересованы граждане. То есть если в помещении проживает столько людей, сколько зарегистрировано, то эти расчеты, которые уполномоченный орган будет делать, будут наиболее корректными». Потребителям грядущие изменения оказались, как говорится, не до лампочки. Касса нальчикских электросетей полна людей. Граждане не только платят за свет, но и заключают новые договоры. Кстати, тем, кто документы не подписал, ничего не грозит. Он продлится автоматически при первой оплате. Социальные нормы на свет и газ много лет существуют в ряде европейских стран. Главный смысл их ведения – заставить экономить. «В семи пилотных регионах нашей страны указанный порядок уже реализуется с 1 сентября текущего года. В остальных регионах, в том числе Кабардино-Балкарской республики, данный порядок будет введен со второго полугодия следующего года. В настоящее время оплата электроэнергии населением производится по тарифам вне зависимости от объема потребления». «Социальный лимит на электроэнергию Кабардино-Балкарии будет свой и может отличаться даже от соседних регионов. Рассчитают норму в республиканском Мин-ЖКХ и здесь говорят, что учитываться будут даже климатические особенности. Точная цифра, сверх которой потребителям придется платить дороже обычного, будет известна в марте следующего года». Нуржан Кубадиева, Адмир Сабанчиев и Анзор Кашироков. Вести. Кабардино-Балкария. Сегодня в России стартовала осенняя призывная кампания. Продлится она до 31 декабря. Срок службы остается прежним – один год. В военную форму должны надеть 150 тысяч россиян. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин. Разнарядка по Кабардино-Балкарии – 500 человек, однако число желающих служить кратно больше. По словам представителя республиканского военкомата Тимура Макоева, 75-80% обследованных молодых людей годны к службе. Это один из лучших показателей в стране. Также в комиссариате опровергли слухи о возможной призыве в ряды вооруженных сил студентов-контрактников. С января 2014 года призыв граждан будет снижен на десятки-десятки тысяч человек. То есть нет никакого резона брать студентов плавных отделений, если и наряд резко снизится. У нас и так и так прекрасно хватит количества имеющихся призывных ресурсов для выполнения этого задания. Каждый призывник получит банковскую карточку, на которую будет начисляться денежное довольствие, и две с ним карты – одна для родителей, другая для новобранца. При этом тарифы на переговоры снижены. Подлежащие призыву молодые люди обязаны сегодня явиться в отделы военкомата по месту жительства. С уклонистами разговор будет жесткий, обещают в комиссариате. Почти 12 миллиардов рублей выделит в этом году регионам федеральный бюджет на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Это будут субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством мяса, яиц, а также в связи с удорожанием кормов. Соответствующее распоряжение утвердило правительство страны, пишет сегодня российская газета. На поддержку производства мяса птицы выделено почти 4 миллиарда рублей, яиц – более 2 миллиардов. Эффективность расходования средств будет оценивать Минсельхоз. И одним из факторов станет отсутствие снижения объемов производства по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Между тем, как сообщает Республиканский Минсельхоз, в Кабардино-Балкарии надои молока на одну корову увеличились на 6%. Это данные с января по август. Всего за 8 месяцев произведено сельхозпродукции на сумму, превышающую 18 миллиардов рублей. Яиц получено 125 миллионов штук, а молока чуть больше 300 тысяч тонн. Сегодня отмечается День пожилых людей. Традиционно 1 октября Министерство труда и соцразвития республики организовывает телефонную горячую линию. Ее цель – сбор информации об одиноких пожилых гражданах, нуждающихся в помощи, а также оказание им психологической поддержки. На телефоне работают психологи. К настоящему моменту принято около 60 звонков. Диапазон проблем достаточно широкий. От бытовых и материальных до просто желаний выговориться. Глава Минтруда Альберт Тюбеев обещал, что работа со старшим поколением не ограничится нынешним днем. Чтобы сразу справочку подготовили, решение вопросов для населения. Сегодня, в этот день, мы в республике объявляем у нас месячник пожилого человека. И в рамках этого месячника будут проходить различные мероприятия в поддержку старшего поколения. Это будут благотворительные акции, это будут и концерты, это будут и различные мероприятия культурно-массовые. Будем чествовать наших старших. Телефон горячей линии Минтруда 8 800 266 07. Все звонки бесплатные, при желании не анонимны. Обращаться можно до 18 часов, а пользователи интернета могут зайти на сайт министерства, чтобы увидеть в режиме онлайн, как работают специалисты. И сегодня же в государственном концертном зале состоялся концерт для пожилых и ветеранов. Его организовали Минтруда КБР и региональное отделение Единой России. Как отметил председатель Нальчикского городского совета ветеранов Мустафа Абдулаев, в зале собрались представители поколений, на чью долю выпали самые сложные моменты в жизни страны. Война, послевоенные годы, перестройка. Для них прозвучали песни в исполнении известных артистов и выступили танцевальные коллективы. На развитие народных промыслов со следующего года будет выделено до 500 миллионов рублей федеральных средств. Такое решение приняли депутаты Госдумы. Без поддержки государства материальная культура многих народов может кануть в лету. Например, звуки старинного адыгского инструмента шичапшина слышны все реже. Владеют им единицы, а между тем в свое время без него не обходилось ни одно торжество. О расцвете и закате музыкального инструмента Осман Казаков. Мотив Акафы Аслан Гири выводит уверенной рукой, хотя игре на шичапшина начал учиться только в феврале. Но уже через полгода освоил несколько танцевальных мелодий и старинных напевов. Правда, производит он их только на слух. Музыкальных произведений, написанных нотами, для этого инструмента нет. С самых ранних лет, можно сказать, этот звук мне нравился. Но я не знал, что это именно звук шичапшины. Звучание у шичапшина действительно очень оригинальное, говорит наставник молодого музыканта Зуберий Вазов. Он не только учит игре на этом инструменте, но и сам их создает. По словам мастера, история шичапшина насчитывает без малого 4000 лет. Правда, изначально он был не смычковым, как сейчас, а струнощипковым инструментом. Аналоги апапшина, так древний инструмент, называют кабардинцы, есть по всему миру. До наших дней дошел и африканский вариант. Кокос изготовляется из кокоса. Кокос, измененная кожа, конский хвост, крив и экран. У нас же то же самое, только единственная тыква вместо кокоса. Кожа и валина. В апапшина было только две струны. Со временем инструмент эволюционировал в четырех струны. Появился смычок. Играть на нем можно не только национальные песни, но и джаз, блюз и рок-н-ролл. Правда, инструмент дается только умелому мастеру. Музыкантов, играющих на шичапшина в Кабардино-Балкарии, можно пересчитать по пальцам. В 70-х Николай Халилов организовывал небольшой ансамбль. Но оказалось, что народный инструмент для большой эстрады абсолютно непригоден. Зритель попросту не слышал его со сцены. Попытка возродить старинный инструмент тогда провалилась. Желающие овладеть игрой на нем есть и сегодня, но их очень мало. Да и найти работу по выбранной специальности в последствии будет трудно, считает педагог. Пусть это как домашний инструмент, как домашняя музыка останется. Если бы заинтересованность была бы, думали бы о развитии этого инструмента, значит, надо было бы и думать о тех, которые выучатся и повзрослеют. Из современных инструментов по манере исполнения больше всего на старинокабардинские похожи в ялончель, говорит учитель. На нем и обучают пока подрастающее поколение, причем не только игре, но и вечным ценностям. Все равно, все равно мне, все инструменты мне нравятся. И в ялончель, и шутякшина, и гитара, все инструменты мне нравятся. Все инструменты, которые у жизни, всех животных я люблю, всех людей я люблю, какие они не были бы. Осман Казаков, Альберт Корцаев, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино, Балкария. Через несколько минут на республиканском стадионе начнется матч между Нальчикским «Спартаком» и «Торпедой» из Москвы. Игра состоится в рамках 16-го тура ФНЛ. Сейчас команда из Кабардино-Балкарии занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. Это зона вылета. До спасительного места команде не хватает 4-х очков. Соперники тоже не хотят сдаваться. Футбольные баталии начнутся в 18 часов. Пока это все. Далее прогноз погоды с итогами дня. Я и мои коллеги познакомим вас в 19.40. До встречи. Добро пожаловать в санаторий «Синдика». Современное оборудование и эффективное лечение. Функциональные исследования, консультации кардиолога ЭКГ. Прием ведут врачи высшей категории. Будьте здоровы, будьте счастливы. Санаторий «Синдика», улица Пирогова, 8. Добрый вечер. Октябрь пока не балует нас особо теплой погодой. По ожиданиям Росгидромедцентра в Кабардино-Балкарии завтра до плюс 15. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 719 мм ртутного столба. В Зольском районе небольшой рост температуры. Плюс 12. На небе не облачко. А вот в горах погода переменчива. Временами небо затянут плотные облака. Возможны осадки. У подножия Альбруса около трех тепла. Теплее в Тернаузе. Температура в пределах плюс 5-7. Воздух на большей части Баксана, Чигема и Нордкалы будет прогреваться немного активнее. До 15 из плюса. Ясную и солнечную погоду синоптики ожидают в Прохладницком и Майском районах. В Терском и Лискенском. Ни намека на дождь. Вполне комфортно. Термометры покажут плюс 15. В Черекском районе от 9 до 11. Дождь возможен в ночное время. В Нальчик северный ветер принесет переменную облачности и сухую погоду с температурой до 15 градусов. О погоде все. Всего доброго.